Сервер более производительный, если у вас кто-то писал про 10 гигабит. Максим, я вас запомнил. Это все делается. На сайте, на FTP вы можете найти всю необходимую документацию, в том числе презентации. Да, да, отлично. А, ну, Максим, я вас, да, вы уже прошли, уже все поучаствовали. Итак, как это выглядит? Вы берете либо виртуальную машину, либо шлюз, ну, appliance checkpoint, настраиваете его соответствующим образом, подключаете к сети, подключать можно в разрыв, можно подключать на спанпорт, на копию трафика. Две недели, скажем, собираете логи, при этом каждый день вы можете подключаться, смотреть, что у вас там нового система обнаружила. Через две недели генерируете красивую русскую PDF-ку с описанием всего того, что плохое было найдено, ну и сидим, обсуждаем, что с этим делать. Можно от этого как-то с существующими средствами защититься или нет, ну и в целом, что мы там такого интересного нашли. Отчет, в принципе, интересует большое количество людей, так или иначе связанных с IT в компании, ну и на самом деле не только с IT, то есть и IT, и ИБ, и администраторы, и люди, ответственные как бы за аудит. В принципе, результатами этого отчета могут быть приятно удивлены. Как подключить? Ну, самый простой, я говорю, способ – это спанпорт. То есть вы делаете копию трафика, не нужно никаких изменений вносить на существующую инфраструктуру, просто копию заводите на чиппоинт. Либо ставите его в разрыв, это может быть мост, это может быть маршрутизируемый как бы трафик, то есть у вас тут один IP-адрес, здесь другой внешний, и вот чиппоинт у вас уже полноценный фаервол. На копии трафика страхов никаких быть не должно, то есть он ничего не заблокирует, ничего не… Да, вот, Максим, спасибо за обратную связь, два бота нашли. Вообще боты и вирусы почти в каждом отчете встречаются, при учете того, что, разумеется, у всех стоят антивирусные какие-то решения, там, и Касперский, и другие, ну, чаще всего, конечно, Касперский самый популярный. Выглядит это так, что вы в смарт-ивенте активируете кнопку Security Checkup, которая позволяет сгенерировать вот эту PDF-ку. В принципе, если вам PDF-ка как таковая не нужна, вам достаточно просто смарт-ивента в стандартном режиме, и все эти события вы точно так же будете видеть. Ну, сам отчет содержит шесть основных разделов. Первый посвящен высокорисковым приложениям, здесь у вас будет длинный список, ну, или, может быть, не очень длинный, приложение с риском 4 и 5. Сюда попадают TeamViewer, Redmin, не знаю, Dropbox, торренты, в общем, все, что, ну, как бы, может быть использовано злоумышленниками. Дальше вы увидите состояние по вирусам и зловредному коду, различные атаки и уязвимости, которые были обнаружены, или попытки использовать таковые. Если вы активируете DLP, то вы увидите связанные с DLP события. Ну, тут чаще всего, как ни странно, мы просто видим, что там финансовый отдел, сотрудники в открытом SMTP-сообщении отправляют какие-нибудь карточные данные куда-нибудь, в банк, еще что-то, и так далее. Дальше, полоса пропускания, здесь у вас будет подробная статистика о том, сколько трафика на какое приложение было израсходовано за период монитора. Ну, и compliance позволит вам оценить, насколько ваши существующие настройки безопасны или небезопасны. Все это на русском языке, с пояснениями и с рекомендациями. Ну, из интересного, мы всегда находим вирусы или боты, не знаю, ну, то есть это не потому, что там специальная система как-то заточена, просто так часто очень бывает. Особенно, если много XP-шек в сетях, такие еще сети встречаются, то бывает такое. В некоторых случаях было интересно, что нашли вирус, но вирус нашли в гостевой Wi-Fi-сети, за которой никто не следил никогда. То есть она просто вот выдана, она абсолютно отдельная, имеет там свой выделенный доступ в интернет. Ну, и так как мы там этот интернет-канал тоже мониторили, то вот удивились, нашли там, кто-то приходил с зараженным компьютером. Файлы, документы, это если мы говорим и про DLP, и про Treat Emulation, тоже всегда они находятся, тут вы это все сами можете посмотреть. Ну, приложение сайта, это наиболее интересно с точки зрения того, что ваши пользователи используют. Скорее всего, какие-нибудь Hamachi, Holo, OpenVPN и так далее, они у вас могут быть запущены пользователем, но вы про это никогда не узнаете. Чикпоинт позволит вам это все, как некий взгляд со стороны, увидеть. Ну, статистика, не знаю, маркетинговая или не маркетинговая. По опыту могу сказать, боты часто, не в 100% случаев, конечно, но бывают. Ну, вот коллеги, которые уже делали, соврать не дадут. Про сколько стоит, буквально 3 минуты, если подождете, я покажу сайзинг и покажу плюс-минус цены для заказчиков. Peer-to-peer почти всегда есть, прокси-анонимайзеры почти всегда есть, я бы даже сказал, не 56%, а чаще. Пользователи у нас продвинуты. Ну, DLP тут постольку-поскольку, не всегда его просто активируют, но если активируют, можно что-нибудь и заловить. Ну, и MLV тоже как таковой есть. Пример вы можете скачать на FTP, пример этого отчета, он лежит. Вот мои координаты, можно писать на почту, в принципе, можно и звонить, но лучше писать на почту, потому что вот если вот сегодня бы вы мне позвонили, я бы вам, скорее всего, не ответил, но как не ответил, там, примерно 15 человеком. На почту отвечаю в течение дня, ну, или чуть дольше, в зависимости от загрузки. Что касается цен и что касается сайдинга. Начнем с сайдинга. Это очень важный момент на этапе планирования, чтобы у вас складывалось правильное представление. Вам партнеры любые, если речь зайдет про чекпоинт, пришлют анкету, и важно, чтобы вы эту анкету заполнили. Поясняю, для чего она нужна. Там 100% будет вопрос про интернет-канал. Ну, предположим, он у вас 100 мегабит, плюс-минус, неважно, на 10 кигабит просто там будут другие устройства и другие вещи. В общем, предположим, что пропускную способность вам нужно обеспечить, ну, в те же 100 мегабит. То есть, вот у вас. И у вас 100 пользователей. Какие блейды мы будем использовать? Ну, возьмем, не знаю, Next Generation Treat Prevention, самый полнофункциональный. И вот на таком количестве пользователей мы получаем, что модель 4600 у нас будет загружена на 64%. Если мы хотим сэкономить и менеджмент сделаем локальный, то 64 превратится в 66%, но это на самом деле неправда. Потому что, когда вы будете ставить поличку, у вас загрузка уйдет под 100% с гарантией. И, ну, скажем так, не факт, что она применится, может отвалиться по тайм-ауту. 4800 уже 100% у вас будет работать и летать в режиме стендалон, даже если вы пропускную способность увеличите до гигабита. 4800 у вас будет загружено на 54%. Тут есть маленькая особенность. 4200 в два раза слабее, чем 4400. 4400 в два раза слабее, чем 4600. Ну, а 4800 в два раза мощнее, чем 4600. То есть, это все как бы в два раза. Примерно. Блейды. Вас также спросят про блейды, потому что кому-то антиспам нужен, кому-то он не нужен. Но если мы антиспам выключим, то у нас 54 превратились в 44. То есть, антиспам как таковой сжаляет довольно много ресурсов. Ну, это в первую очередь связано с тем, что спам трафика, вообще почты, SMTP трафика в любом канале, в любой компании очень много. Это львиная доля всего. Ну, то же самое касается Mobile Access. Если вам нужен IPsec, VPN и там Remote Access, вы тоже можете это все указать. Дополнительно можно указать 3-тимуляйшн. Обращаю ваше внимание, что IPS тут рассчитывается в рекомендованном профиле, то есть с большим количеством проверок. Если вы сделаете дефолт, ну вот смотрим, 4600 в таком режиме 75%. Это уже очень нехорошо. Переключаем на дефолт. Ну, вот на 5% у нас наброска упала. Хотя, не знаю, тут, конечно, к этому имеет смысл. Так, немного скептически относиться. Ну, вот. Если мы количество пользователей увеличим до 1000, да, с цифрами поиграемся, то у нас уже другие модели тут появляются. Не знаю, 4800, 12200, 1000 пользователей, 1000 пропускная способность. Ну, вот 77%. В принципе, если вас гигабит как бы устраивает, и пользователей у вас не адски много, ну, давайте увеличим до 2000. Ну, вот 4800 все еще справляется. Ну, давайте предположим, что у вас... Что мы тут включили? Мы, в общем, довольно много чего включили. DLP-антиспам не активировали. Ну, давайте увеличим до 200 мегабит канала. Скажем, у нас два по сотне. Ну, вот 4800. В принципе, если у вас будет выделенная система управления, отдельно стоящая Smart 1, и тем более, если у вас будет кластер из 24800, то вам этого более чем достаточно. Ну, по поводу цен, это еще раз к партнерам. Эти цены, повторюсь, нерелевантны. Они, ну, как минимум на 30% меньше того, что реально будет. Здесь, опять же, нет никакой магии. Эти правила игры для всех одинаковые. Ну, такова жизнь в нынешних наших условиях. Вот в плане того, что вам партнер еще полезного может прислать. Он может прислать такую вот PDF-ку с описанием, какие модели у вас, насколько будут загружены в соответствии с вашими присланными требованиями. То, что вы укажете в вопроснике. Ну, вот, что вы активировали. В общем, этот отчет тоже можете запрашивать. Партнеры, в принципе, должны вам такое предоставлять. И дальше длинный список моделей. Примерно на какое количество процентов она будет загружена. Ну, то есть, вот, модель 61000 с такими параметрами будет меньше, чем на 1% загружена. Ну, правда, стоит она столько же. Что еще можно сказать про... Да, в общем-то, наверное, и все. Коллеги, готов ответить на ваши вопросы. 6 часов мы с вами сегодня провели. Всем спасибо за выдержку. Надеюсь, было полезно и информативно, искренне, что у вас, ну, как-то интерес к решению проявился. Все это можно пропилотировать, посмотреть. Партнеры, ну, все, я думаю, будут рады предложить свои услуги по пилоту. Можете на виртуальной машине сами попробовать сделать. Опять же, будут вопросы, нужна будет реальная лицензия. Можете и мне писать. Ну, и вот, коллегам, которые сегодня вас всех собрали, тоже большое спасибо за поддержку нас. Ну, и, как бы, приглашение вас в качестве слушателей. Вопрос, разделяют ли права администраторов до уровня одни пишут политики, другие подтверждают. Да, да, это как раз workflow blade, который позволяет организовать такую модель, когда одни пишут политики, другие их подтверждают, и только после этого они применяются на шлюзы. Да, Иван, вебинары еще будут, причем в большом количестве. Может быть, как-то до вас дойдет там рассылка с подобным содержанием. Это я уж не знаю, как это все будет. По поводу вебинаров. У нас очень много продуктов по security. Это ECM-системы, то есть, там, McAfee, Splunk. Это IPS-системы, Checkpoint, WebSense, WebSense McAfee, опять же. WebSense тоже есть. Это как DLP-система, как Antispam, как Proxy-сервер. Есть у нас решение по DDoS-у, вендор, радовая такой, у него еще есть балансировщики. Ну, в общем, тем очень много, всяких разных. Мы все это будем готовить, все будем выкладывать на YouTube, как-то вас тоже привлекать, уведомлять об этом. Тут скорее вы тоже со своей стороны можете подергать партнером, потому что важно делать какие-то востребованные вебинары, потому что это всегда требует от нас времени и усилий, чтобы не впустую аудиторию рассказывать, а именно то, что людям интересно увидеть, услышать, понять, может быть, попробовать. Ну, и в дальнейшем, разумеется, купить. Все мы здесь работаем ради чего-то. Скачать вебинар этот можно будет. Я не знаю, правда, ну, там партнер займется. Будет запись, она ведется. Я тут постоянно жму кнопки. Поэтому все это вы получите, я думаю, на почту вместе с презентацией и полезными ссылками, где скачать образ виртуальной машины для Checkup и так далее. Про Checkup я главное не сказал, но, видимо, для тех, кто остался, для тех, кто с нами. Если в вашей организации Checkup еще не проводили, то вот, ну, партнер мне разрешил, дал такое право рассказывать вам, вы можете поучаствовать в акции и за Checkup поменять этот отчет на ценный приз. Ценный приз – это либо камера GoPro, ну, тоже так, не хухры-мухры, или кофеварка Nespresso. Ну, такая довольно прикольная. В общем, коллеги тут уже, я видел, были те, кто протестировал, получил подарок. В принципе, от одной организации один отчет, один подарок, вы можете в этой акции тоже поучаствовать. Но, опять же, все вопросы рекомендую задавать партнерам. Все, коллеги, тогда заканчиваем. Еще раз спасибо за то, что были с нами целый день. Будут вопросы – обращайтесь. До свидания, всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok